Ровесница Октябрьской революции. Жительница Славянска-на-Кубани Анастасия Стефановна Танева отметила 100-летний юбилей. На своем дне рождения именинница не только принимала поздравления, но и танцевала. Тему продолжат мои коллеги. Анастасия Стефановна Танева родилась на величайшем переломе мировой истории в октябре 1917-го. Она жила в нелегкие годы, но не покорялась обстоятельствам. И вот в окружении родных и близких встретила вековой юбилей. Поздравить долгожительницу приехал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Ваше самое главное сегодня золото – это здоровье. Спасибо вам, что вы живы-здоровы. Вы многие годы отдали, проработали на благо нашей Родины. Вырастили прекрасную семью, детей сколько, внуков, правнуков у вас. Поэтому мы желаем, чтобы вы были всегда окутаны любовью своих родных и близких. Здоровья вам! И жить, и жить, и жить, сколько Бог отведет! Имениннице был вручен подарок – теплый плед. Председатель районного совета ветеранов войны и труда передала Анастасии Стефановне поздравления от президента России Владимира Путина и огромный букет цветов. Конечно, виновница торжества была очень растрогана вниманием к ней, а когда для нее зазвучали мелодии любимых песен под аккомпанемент задорного гармониста, она не выдержала и пустилась в пляс. Собравшиеся дружными аплодисментами поддержали этот искренний танец. Поздравить долгожительницу приехали родственники со всего Краснодарского края. В Анастасии Стефановне пять детей, семь внуков, много правнуков и праправнуков. Всех она очень любит, и они платят ей своим вниманием. Мама у меня очень добрая, хорошая. Любит всех детей, внуков, правнуков, праправнуков. Очень много всех. И любит вообще весь народ любит. Именинница, великая труженица, усердно работала всю жизнь, была дояркой трактористской огородницей и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор трудится дома. Ведет активную жизнь, читает газеты, смотрит телевизор. Секрет ее долголетия – не сидеть без дела и просто любить жизнь. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».